Магнитогорский серийный убийца, называемый последним советским маньяком Дмитрий Гридин, не оставляет попыток выйти на свободу. В очередной раз, получив отказ в условно-досрочном освобождении, Гридин накануне обжаловал это решение в Вологодском областном суде, которому теперь предстоит решать, исправился ли жестокий преступник за 31 год, проведенный в неволе. Три убийства и четыре покушения на несовершеннолетних девочек Гридин совершил в течение нескольких месяцев 1989 года в своем родном Магнитогорске. Будучи тогда 21-летним студентом Металлургического института, воспитываясь в семье начальника цеха Магнитогорского Металлургического комбината и сам уже став отцом новорожденной дочери, Гридин, по его признанию, испытывал недостаток внимания со стороны своей супруги, а потому начал искать девушек на стороне. Маньяка прозвали лифтером, так как он нападал в лифтах многоэтажных домов. Своих жертв он тискал и но не насиловал, однако вскоре начал их убивать. Первую случайно от двух последующих целенаправленно. Еще как минимум четверым удалось спастись. Когда Гридина поймали, они безошибочно указали на своего мучителя. Кроме того, сыщикам удалось собрать вещественные доказательства – отпечаток пальца, шапку и очки Гридина. В 1990 году Челябинский областной суд в ходе выездного заседания в Магнитогорске, транслировавшаяся с помощью громкоговорителей на улицу, где собралась тогда толпа из сотен горожан, приговорил лифтера к исключительной мере наказания – расстрелу. Однако приговор суда так и не был проведен к исполнению. Россия подписала мораторий на смертную казнь, заменив ее всем уже осужденным к этой мере на пожизненное наказание. Согласно закону, все приговоренные к такому наказанию преступники после 25 лет, проведенных в колонии особого режима, получают право ходатайствовать о помиловании или условно-досрочном освобождении. Вот и магнитогорский маньяк, сидящий все эти годы в Вологодской ИК номер 5 на острове Огненом, с 2014 года пытается добиться освобождения. Он пишет президенту ходатайство о помиловании и в суды ходатайство о Будо. Однако и тот, и другие, оставляют эти просьбы без удовлетворения. Выходу Гридина на свободу главным образом препятствует два фактора. Во-первых, еще в ходе судебного следствия он отказался от признательных показаний, заявив о своей невиновности. И этой линии он придерживается по сей день. А во-вторых, за время его пребывания за решеткой он заработал 24 взыскания. Половину еще в СИЗО, а половину уже в колонии, что также является препятствием для смягчения наказания. Очередное такое ходатайство Белозерский районный суд Вологодской области отклонил 25 февраля. Но вчера Гридин опротестовал его в вышестоящей судебной инстанции. Лифтер утверждает, что 31 год назад он оговорил себя во время допросов без адвоката, где к нему применялось милицейское давление, и обещает, что после выхода на свободу продолжит жить в Магнитогорске со своими родителями.